МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В финансовом плане так почему-то решили собравшиеся московский бизнесмен. На днях презентовал свою дебютную брошюру стихов «Вещь не в себе». Почти неизвестной широкой публике, но от этого еще более маститые писатели, заслуженные работники культуры, искусств, лауреаты всевозможных премий, а также сопутствующие им музы тепло приветствовали немолодое поэтическое дарование. Вы представляете Есенинскую школу, поэтому вы понимаете, что у нас очень много общего, не только в книжных вопросах, но и в экономических. Чем больше у нас состоятельных писателей, тем и все, нам всем будет очень хорошо. Поэт делал вид, что не понимает намеков. Похоже, ничего спонсировать, кроме закуски и выпивки, в тот вечер он не планировал. Пришел секретарь Союза писателей, ответственный за коммерческое книгоиздание. Предложил немедленно издать Севко на восьми языках, включая китайский и иврит. Я надеюсь, ну нет, я даже уверен, что года через два ваше имя будет широко известно, как в России, так и за границей. Будем работать. И снова под сводами Центрального дома литераторов зазвучали чарующие строки. Где ты выдержишь, выстоишь, справишься, нет преград, невозможного нет. Ты любому на свете понравишься, как бы ни был твой облик одет. Больше добрая, реже жестокая, ты румяна и так горяча, как березонька розовощекая, ты Россия моя навсегда. И мне кажется, что вот это стихотворение ваше, оно написано где-то вот там, около Акии, или где-то вот в районе хорошей реки, пейзажа. Вообще, это правильно, что тут написано, что вы пейзажисты. Но пора раскрыть интригу. Вовсе этот человек не блестящий бизнесмен и уж тем паче не поэт, а просто нанятый нами актер из мосфильмовской картотеки. Процветает кругом мракобесие, самодурство и хамство и ложь. С вами Бог не пойдет на бесчестье. Над восторженной глупостью рожь. За богатство и ломанный грошь. За богатство и ломанный грошь. Все опубликованные в брошюре стихотворения были написаны компьютером путем случайного подбора рифм. Программа, называемая в обиходе генератор литературного бреда, порой выдавала и вовсе немыслимое. Небо разбилось на мелкие части, и россыпи бледных лун со сколков на нас таращатся, словно тысячеглазый шалун. В общем, есенинские мотивы звучат в ваших песнях, а где-то это песни. Мы вас поздравляем. И первая награда Московская городская организация Союза писателей России. Диплом литературно-общественной премии «Золотая осень» имени Сергея Александровича Есенина. С вручением одноименного ордена. За верное служение отечественной литературе. Подумать только, есенинская литературная премия и кому, в какую бессмысленную продажную трескотню превращаются в наши дни все эти значки, дипломы и удостоверения. Приветствуем нашего нового члена Союза писателей России. Борис Сивко. Это его псевдоним. Вы видите эту книжку. Даже не совсем псевдоним, а скорее аббревиатура. Б. Сивко. Бред сивой кобылы. На это имя и был официально выдан членский билет Союза писателей России. Как человек, имеющий некоторое отношение к творчеству Б. Сивко, я хочу выразить огромную благодарность всем собравшимся за теплый прием и за, я надеюсь, искреннее признание его своеобразного и самобытного таланта. Спасибо. Ребята, я вас люблю. Дай вам, дай вам, пожалуйста, поздравляю. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова